Важно контролировать и толщину слоя. Она должна соответствовать всем проектным решениям. 6,5. Это в неуплотненном виде. В уплотненном виде толщина слоя составит 5 сантиметров. На верхний слой дороги подрядчик дает пятилетнюю гарантию. А вот нижний прослужит на несколько лет дольше. Новый участок делают в соответствии со всеми требованиями безопасности дорожного движения. Но самая долгожданная дорога будет короче предыдущей на 3 километра. Пути вы проведете вместо двух часов всего лишь 40 минут. Также увеличится пропускная способность более 14 тысяч автомобилей в сутки. А это значит, что аварийность на дороге снизится. Четыре полосы движений и протяженность 42 километра. Таким будет новый участок федеральной трассы «Сибирь». Дорога пройдет в обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма. Мы завершили работы по устройству земляного полотна. Вышли сейчас на финишный этап устройства дорожной одежды. То есть, как мы видим, сейчас находимся, где идет устройство верхнего слоя покрытия. Стройконтроль регулярно берет пробы и проверяет качество покрытия. Кроме этого, здесь выполняют строительство подпорных стенок на пяти путепроводах. Укрепляют надземный пешеходный переход, планируют установку освещения и многое другое. Ежедневно в две смены на строительство выходит более 400 человек и 80 единиц техники. Будет установлено порядка 66 километров металлического барьерного ограждения. Будет установлено 532 дорожных знака на транспортных развязках. Также будет установлено порядка 2000 сигнальных столбиков. Участок дороги войдет в международный транспортный коридор. Он свяжет Россию, Монголию и Китай. Все работы планируют завершить в октябре 2024 года. Дарья Пастушенко, Константин Синицын. Новости сейчас.